В российских автосалонах стартовали продажи «Газели» и «Некст» со 150-сильными 2,5-литровыми дизелями марки «ГАЗ». За бортовой грузовик просят 2,9 млн рублей. Но нам интереснее другое. Автозавод раскрыл дилерам некоторые технические подробности, касающиеся свежего движка. Он называется «ГАЗ-21», но только потому, что отвечает нормам Евро-2. Версия Евро-5 будет именоваться «ГАЗ-51». Соответственно, в нынешней конфигурации агрегат не имеет ни сажевого фильтра, ни системы рециркуляции. Отдача мотора — 150 сил, а максимальный крутящий момент — 330 ньютон-метров, которые доступны при оборотах от 1200 до 3100. При этом новичок имеет более низовой характер, чем хорошо известный перевозчикам Cummins. Так, при 1000 оборотах доступны более 300 ньютон-метров тяги, а у Cummins только 250. И вообще, как показали испытания, 21-й легче, экономичнее и тише. Кроме того, важно отметить, что новый дизель имеет двухвальную головку блока, ременный привод газораспределительного механизма и гидрокомпенсаторы. Очевидно, что следом этот агрегат примерят и другие модели марки «ГАЗ» — от Соболя до Валдая. Ведь выпуском дизеля, включая отливку блока цилиндров, займётся непосредственно Горьковский автозавод. А пока моторы приходят из Китая, так как разработчик этого двигателя — поднебесная компания «Фотон». Уместно будет вспомнить, что китайский турбодизель Хуадун Cummins собирает на своём пекинском заводе тот самый «Фотон». Но по определённым причинам ГАЗ выбрал для локализации не привычный российскому рынку китайский «Камминс», а собственную разработку «Фотона». И ещё одна новость, которую раскрыли дилеры. Электромобильная марка «Воя» открывает продажи кроссоверов «Фри». Уже сейчас клиенты могут оформить предварительный заказ, но цены головной офис обещает раскрыть лишь через несколько недель. Впрочем, продавцы уверенно заявляют, что 500-сильная новинка будет стоить 8 миллионов рублей. За эти деньги клиент получит электромобиль, способный преодолеть на одной зарядке порядка 500 километров. Время заряда батареи от 20 до 80% при использовании 120-киловаттного терминала составляет 30 минут. Но если запитаться от 11-киловаттного разъёма переменным током, возле розетки придётся простоять около 10 часов. Дистрибьютором нового бренда заявлена компания «Мотор Инвест», что выпускает на Липецком заводе китайские «Дунфэны» под маркой «Эволют». Поэтому и дилерская сеть для обеих марок будет общей.